Каждый из нас не раз видел портреты, выполненные известными мастерами. Есть в них своя оригинальность и вместе с тем общая черта в том, что они показывают нам живых людей со своим характером и темпераментом. Один из художников, который овладел нелегкой техникой портретной живописи, Владимир Ухтяков. С творчеством этого своеобразного художника я, как и многие жители нашего муниципалитета, знаком уже более 20 лет. Его путь к профессиональному становлению не был усыпан розами. Все ему давалось большим, постоянным трудом. Его жизнь такая же, как у тысяч других кубанцев и вместе с тем необычная. Служил в армии, получал специальное образование, работал художником-оформителем, преподавал и все время упорно совершенствовался, шел к одному ему известным творческим целям. В начале 2000-х вместе с семьей он уехал в Прагу, желая показать себя там как художника и, конечно, заработать. Владимир совсем не потерялся в европейской столице, смог проявить себя там в творчестве. Планировал пробыть недолго, а получилось так, что прожил целых два десятилетия. Вернулся в родной Славянск на Кубани с тем, чтобы оказать помощь своей маме. Здесь он не отходит от своих творческих задумок. Его фирменный жанр, графические черно-белые портреты, очень интересны, но по европейским ценам не совсем еще востребованы. Владимир думает, что он сможет сделать еще в этом плане. Ну, думаю, снизить эту цену путем создания коллектива «Богемского портрета» как промысел. В Славянске открыть промысел «Богемского портрета» – это было бы, наверное, интересно. Такая мечта у меня. Для этого надо создавать школу, для этого надо создавать учеников, разработать методику. И потихонечку освоить не только край, но и всю страну. Его желание поделиться своим мастерством и накопленным опытом с молодыми художниками понятно и заслуживает одобрения. Самое главное, мне приятно презентовать эти угольные работы. Что интересно, что их в таком размере, так уголем не сделать. Представляете, уголь, природный уголь. Это вот такое стержень нарисовать, такую тонкую работу. Это, конечно, на таком формате нереально. Ну, в принципе, разработанная система. И мне хотелось бы этот весь опыт передать. И чтобы это живо, чтобы в дальнейшем, в будущем. Я еще раз посмотрел на его работы в небольшом павильоне на остановке рядом с пересечением улиц Лениной и Батарейной. Портретист умеет увидеть в живом человеке и передать в своей работе образ с особенностями характера. И здесь дело не только в технике исполнения, но еще и в умении замечать, размышлять и чувствовать. Все это есть у художника Владимира Ухтикова. Пожелаем ему новых творческих успехов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «События».